Я паук на бна, только попробуй не поставить лайк за три секунды, и могу прятаться на твоём потолке. Ставь лайк, если ты про, с тобой найсик, бро, и смотри-ка, нажимай кнопочку подписаться, лайкусик, чтобы я тебя вот так вот погладил за такое хорошее действие. Потому что я очень люблю, когда мне лайкают, когда пишут комментарии ещё особенно, тоже напиши. Что-нибудь няшненькое, пожалуйста, сегодня такой денёчек, я очень много спал, и я ничего не списал, и мне как бы не очень хорошо, вот. Поэтому вот так вот сделаю, чтобы вот так вот было сделано, и я жду, короче, жду, жду, жду. Ладно, короче, давай начинаем. В общем-то, сегодня у нас вот такая вот паучара, то есть вот такая вот ползучка на потолке. Висящая. Будет испытываться во многих разных испытаниях на SCP полигоне. Например, вот здесь вот очень много разных оружек. И я буду их всех, все эти оружки испытывать на этом монстре. Ой-ой-ой, он на меня идёт. Так, тихо-тихо-тихо. Так, успокойся. Так, надо на стройке залезть и побыстренько поменять перезарядку. Итак, делаем перезарядку и начинаем шмалять по этой и страшной монстрюке. Надо вот куда-то вот сюда вот вставлять. И, как мы видим, пока что урон проходит нормально всё. Но эта оружка не справилась. Значит, берём сразу же следующую. Дальше у нас НТВ. Ну, конечно, возьмём её. Так, и сейчас снайперка. Выпилит ли она этого засранца? Так, попробуем. Давай. Господи, я промазал. Ещё раз. О! Сколько она вообще урона наносит? Эм... 60. Чтоб ты понимал. Ну, как бы вообще не пробивает пока что. Поэтому берём следующую оружку. И это барета. Так, пробуем. Я целюсь. И... Производим выстрел. Промазал. Производим выстрел. Промазал. Да я просто... Эээ. Так, надо здесь стрелять. Мочкуем, мочкуем, мочкуем. Так, вот сюда вот. Отлично. И ещё раз. А, всё. Кончились патроны. Ладно, следующая пушка это у нас мини-ганчик. Мини-ган он, но очень сильный. Как бы у него очень много заряда. То есть 150 патрон просто сейчас в тушку прилетит. Это вам нифига не шутки. Начинаем настреливать. Так, раз. Два. Ладно, сейчас перезарядка. Начинаем заряжать просто. Пам! Пожейте, пожейте, пожейте. Смотри, смотри. Просто нереальный урон наносим. И я прилижу эти частички, которые выпадают с него. Но он держится. Он явно держится. Пам-пам-пам-пам-пам. И он пережил. Это достойно, достойно. Ладно, возьмём сразу все вот эти оружки. И попробуем каждую из них сразу же положить в инвентарь. И поперезаряжать. А я пока что постою. Пам! Потренили. Нормально она стреляет. Так, вот огнемёт это самая неприятная оружка. Но всё-таки её тоже надо использовать. Скар, конечно же. И каштан. Почему бы и нет? Так, начинаем. Настреляли. Слабенько. КСК. Продача осторожная. Теперь пистолет. Давай, 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 давай. Ну, уничтожай всю же. Её, просто ничё не работает. Ну, как же так вообще? Ладно, складываем. Ой, подожди. Совсем забыл огнемёт протестить. Так, ну-ка его сюда, блин. Погнали. Пам! Э, подожди. Близи. Э, э, э. Оп! Воу! О! Подожди, я его сжёг? В натуре! Он исповедился! Огонь просто нереально хорошо полезен. Ну, то есть, против него, конечно. А не просто так. Короче, жесть. Вот это мне понравилось. Так, вот это выкидываем. И дверь закрывается. Захлопнулась. Теперь, следующее испытание. Давай мы сразу возьмём камень душ. На всякий случай, мало ли, пригодится. И идём вот сюда, вот, в комнату огня. Здесь у нас стоит вот такой вот приятный человечек. Я его возьму и поставлю обратно. Так, скидываем его в лаву. И проверяем, сколько он продержится в лаве. Уже три секунды точно продержался. Но этого как-то маловато. Огонь его просто нереально быстро испытывает. Я даже не знаю, можно покидать эту комнату. Она больше не нужна нам. Теперь я возьму вот этого паучара. Сейчас прям повешу его сюда. Он мне очень нравится декоративно. И переходим вот в эту комнату зомби. И смотрим, как будет паучара справляться с таким количеством монстров. Подожди, он будет принимать вызов или нет? Или всем пофиг вообще? Ребят, пошло жаришко. Он начинает просто нереально нажирать всех вообще. Его толкают так сильно, я заметил. Прям нереально. Но он потихоньку держится. И вроде даже как-то всех атакует. То есть получается кого-то уничтожать, кого-то нет. Вон потихоньку зомби откисают. И они его прям нереально нажирают. Смотри, у него слишком много укусов по нему сейчас производится. И мне даже как-то немножечко страшно что ли. Но при том большие зомби тоже съедаются. То есть уже две штуки осталось. Вроде было три. Они еще и возрождаются. То есть сколько упрой держится здесь, это вообще неизвестно. Блин. Так это печально. Может сделать так, чтобы они были все не бесконечными, эти зомби? А то толку тогда вообще от этого. Я вот сейчас задумался. Ну да, воскрешаются. То есть здесь можно в принципе до бесконечности отсидеть. Я даже не знаю, будем ли мы засекать. Поэтому просто улетаем и давай проверять следующее испытание. А следующее у нас находится просто в следующих комнатах. То есть вот допустим берем факел. Открываем вот эту дверь и смотрим. А здесь у нас уже тут как тут следующий паучок. Он нереально быстро испопилился. Я даже не спернил, что прокомментировал. Ну эффектив. Плетим в следующую. А следующее у нас это газовая камера. О май. Так, смотри, у нас здесь два вида. Первый вид и второй вид. Надеваем, конечно же, газовую маску. Она нам очень пригодится. Теперь летим вот сюда. Открываем дверцу. И закидываем вот такие вот флюшки. А, подожди, надо еще принести нашего пупса. А вот, собственно, и он. Закидываем вот эту вот газюльку. Пусть она будет как раз и... Паучара, страдай. Паучара, страдай. Я закинул газа. О, смотри, он сразу прицепился к потолку и начал ползти. Ему очень не нравится вот эта базюка. Заметил? То есть, он реально, ну, сразу подал реакцию. Это довольно-таки интересно. Притом, урона я не вижу по нему наносящегося. Но, притом, он начинает ползать просто. Блин, прикольный он. Давай посмотрим на него еще раз. Да, реально, такой классный. Не, куда он ползет вообще? Так, смотри, он просто ползает по потолку. Больше его ничего не волнует, как бы. Смотри, он спускается, спускается, спускается. И закидываем второй газ. Посмотрим, как он будет действовать. Пам-па-па-пам. Распространяется. Так, паучара сейчас ползает по стенке, по потолку. И он решил вот сюда вот опуститься, потому что ему очень не понравилась данная консистенция. Она реально ядреная, я с ним согласен. И он даже немножечко изменился. Подожди, что с ним? Его реально колбасит. Вау! Смотри, какой... О, боже, какой набдабчик. Я хочу от него сына. Блин, он реально красивый. Блин, при чем тут красивый? Короче, он выжил. Вот что я понял. Так, и это самое главное. Теперь можно покидать данную территорию. И идти в следующий... Это, испытаньки. Я не знаю, какие у нас остались. Давай проверим нашего набдабчика. Который до сих пор маринуется в толпе зомби. И... Он почти всех съел. Они даже не воскрешаются. Чего? Он переиграл систему? А как так? Офигеть, набдаб-то справляется. Я-то думал, он никогда в жизни их не съест. А так-то... Ты посмотри, реально выносит. Охренеть. Реально осталось совсем немножко монстров. Так, я даже досмотрю это зрелище. Раз, два. Не, реально... Короче, он их всех на фарш просто пускает. Вообще без шансов. Осталось чуть-чуть. Притом они же воскрешаются. Короче, ладно, если мы еще раз покинем территорию, то там уже вообще никого не останется, мне кажется. Оставляем его тут наедине с зомби мариноваться. А сами летим в последние два испытания. Итак, смотрим. Первая граница. Самая маленькая, так сказать, высота. Всего лишь что здесь где-то метров двадцать. Бам! Попопом! Как ты видишь, паучара спокойно выжил. Так, теперь приступаем к следующей, да? К во второй башне. Так, он сам идет. Мне не придется ставить другой вид. Офигеть! Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Смотри, он паучара встал. Забирается, забирается потихонечку. Так, и я тоже к нему. Так, ну-ка. Посмотрим, как он прыгнет. Давай, давай. Я надеюсь, что он выживет. Опа! Вообще спокойно. Он даже не нанес себе урона. Господи, ну реально паучара заметил. Прям самый настоящий паук. Так, так, так. Ползет, ползет, ползет потихонечку. Ползет, ползет. Нормально все происходит. Так, и это теперь самое высокое. То есть мы и так незаметно проходим все вообще, которые здесь есть. Вот эти вот высотки, короче. Он реально справляется. Так, 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 так. Смотри-ка, перелезает, перелезает. Очень осторожно. И вот он забрался. Так, теперь надо совершить прыжок и в сторону какую? Напротив лестницы. То есть вот здесь. Тебе надо... Ой, куда ты прыгаешь? Подожди, а меня? Блин, я не успел. И он, конечно же, приземлился. И опять же выжил. Заметил? Реально спокойно выживает. Это просто чекануться можно. Как он так делает вообще? Просто профи. Выглядывает из-за стенки. Ну ладно, ты справился. Ты молодец. Поглажу тебя. Ну и теперь приступаем к самой жести. Мы берем вот этого монстра. И начинаем его спамить динамитами. Но для этого мне, конечно же, надо его... Господи, мне здесь надо сделать знаешь чё? Мне надо отсюда убрать весь снег. То есть он у нас как? Майнкрафт сноу. То есть вот этот сноу мне надо убрать. Сейчас мы это и сделаем. То есть... Смотри. Мы сейчас вот так ломаем. И пишем replace snow to 0. То есть Майнкрафт сноу только надо. Так, сейчас... Майнкрафт. Выточа сноу. Всё, теперь здесь только паучара и только... Только бедрок. Это получается, что мы сейчас здесь можем вроде как взрывать. И ничего лагать не будет. Потому что очень много частиц выпадать не будет соответственно. Вот. Так что... Прямо сейчас берём детонатор. Дайте мне пульт от ядерки. Так. И смотри-ка. Мы ставим вот сюда вот детонатор. И... Бамс. Ты видал? Спокойно пережил. Я поставлю побольше динамитов. То есть чтобы точно. Чтобы наверняка. О! Он умер даже от такого. Но, конечно, на динамитах написано incendiary bomb. То есть это какая-то, я не знаю, огненная бомба, походу. Но надо проверить остальное. Это тоже его уничтожило. Ты посмотри. То есть паучару легко вообще динамитами подбабахнуть. И этим динамитом он уничтожается. Ну, чё уж говорить. Походу он от всех отлетает. Вот от этого 100%. Пам. Реально вообще испепелилось. Так. Ну-ка следующий. Гидрогель. Я не буду гидроген использовать. Это слишком жёсткая. А фаербласт? Ну, вообще без шансов, конечно. Это огонь. Огонь, как мы выяснили, вообще его, ну, беспощадно. Так. Пам. Вот стрелы он пережил. А если сразу много? Так, ну-ка. Пам. Вот сейчас отлетел. Только сейчас стрел слишком много будет. И это не очень приятно. Давай физик-бомб тогда применим. Так. Ну, здесь нечего разлетаться. Но нашло чему разлететься. Огню, блин. Так, ладно. Дальше у нас какая-то вот такая вот бун... Бунмил. То есть... Потрошащая бомба. Походу. Так, лайтинг. Кондуктор. То есть на неё прям ставим этого монстра. И... Его тоже испепелило. Но, в принципе, больше чекать и нечего. Надеюсь, типа... Мы проверили все испытания на Набнабе, кроме... Сейчас последнего. Надо ещё кое-чё. Надо сейчас спуститься под базу нашу. И проверить кое-какой феномен. Пропадают ли зомби? Как ты видишь, остался всего лишь один. И он справился со всеми зомби. Надеюсь, тебе понравился этот видос. И ты поставишь её лайкусик. Теперь у тебя есть полное представление о силе монстра Набнаба. Подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. Ставь лайкусик. И, конечно же, не теряй.